Очередной теракт в Одессе. Как это произошло? Кого взорвали на этой трассе? Причем здесь Одесская антитеррористическая операция. Подробнее Андрей Анастасов. Взрыв прогремел вчера в половине 11 вечера на улице Гимназической. Неизвестные заложили бомбу на крыльце координационного центра помощи бойцам АТО. Взрывной волной вырвало двери, ролеты. Досталось и припаркованному рядом микроавтобусу. В соседних жилых домах выбиты стекла. Мы сидели, смотрели телевизор. И вдруг такой страшный. Сразу поняли, что это взрыв. Очень громко было. Какая была мощность заряда и что это было за устройство, устанавливают эксперты. Милиция квалифицировала произошедшее как теракт. Напомню, за последний месяц это уже седьмой подобный случай в Одессе. До этого неизвестные взрывали. Опять-таки волонтерский центр, магазин патриотической символики. Взрывчатку подбрасывали также под автомобиль возле штаба местных майдановцев. В принципе, можно так предположить, что это взаимосвязано. Потому что нападению поддаются именно организации, которые направлены на помощь бойцам АТО. В результате вчерашнего взрыва никто не пострадал. В момент теракта в помещении центра сотрудников не было. Активисты предполагают, взрывы в Одессе устраивает одна и та же диверсионная группа. Есть какая-то группа, которую не могут никак найти. Знаете, они думают, наверное, запугать, но я не думаю, что это результат будет. Это скорее просто, наоборот, будет озлоблять народ против этих террористов. Напомню также, на прошлой неделе милиция объявила, что начинает оперативно-профилактическую отработку города в связи с нависшей террористической угрозой. Горожан предупредили не пугаться, если увидят на улицах большое количество автоматчиков. И действительно, позавчера автоколонны с вооруженными людьми въехали в Одессу и все же устроили небольшой переполох. Местные жители даже успели окрестить это Одесской АТО. А вот сегодня патрульных бойцов уже не видно. Куда они подевались, в Одесской милиции ответят, затруднились, но в то же время подтвердили, среди прибывшего подкрепления есть и подразделения Нацгвардии. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканала Интер. Одесса.